Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Азербайджан начнет поставлять Румынии российский газ. Власти Азербайджана и Румынии договорились о заключении газового соглашения. Поскольку Азербайджан достиг предела в объемах поставки своего газа в Европу по Южному газовому коридору, то источником снабжения румынских потребителей голубым топливом станет российский газ. Госкомпании Румынии и Азербайджана по сообщению издания «Ромгаз» заключили соглашение без сроков и объемов. Азербайджан сообщил о готовности поставлять голубое топливо, исходя из текущих потребностей Румынии. Поставки газа в Румынии начнутся с 1 января следующего года через Южный газовый коридор, который проходит через территорию Турции, Греции и Болгарии. По сообщению компании ОМВ «Петром» в 2022 году потребление газа в Румынии снизилось по отношению к прошлому году на 17%. Произошло это несмотря на начало добычи на морских участках в Черном море газа. Румыния будет получать с новых газов месторождений Анна и Дойна газ в объеме до 1 млрд кубометров. Румыния последние несколько лет потребляла газ в объеме 11-12 млрд кубов. Доля газа в энергобалансе страны превышает 20%. По итогам прошлого года «Газпром» поставил румынским компаниям Вифи Румания и Конов Энерджи 2,7 млрд кубометров газа по цене, привязанной к стоимости нефти. В этом году «Газпром» сократил экспорт газ в Румынии до 1 млрд кубометров. Произошло это из-за того, что румынская компания Вифи Румания фактически принадлежала немецкой дочке «Газпрома» концерну «Газпром Германии». В ответ на национализацию данного концерна немецким федеральным сетевым агентством «Газпром» расторг все договоры поставки с «Газпром Германии». Теперь Румынии приходится импортировать газ у альтернативных поставщиков, в том числе у Азербайджана, и платить за голубое топливо высокую биржевую цену. Рост затрат на импорт газа привел к резкому росту цен на электроэнергию. В результате Румыния вышла на второе место в Европе по ценам на электричество. Это вынудило правительство Румынии принять решение о введении потолка цен на газ и электроэнергию на внутреннем рынке, то есть фактически заморозить тарифы для предприятий и населения. Естественно, указанное решение ударило по энергетическим предприятиям, которые обратились за финансовой помощью к румынскому правительству. Теперь румынские компании вновь увеличат импорт российского газа, но будут получать его транзитом через Азербайджан и Турцию. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...